Редкая возможность задать вопросы газовикам напрямую. Тема прокладки газопровода в Слободском давно в числе наболевших. Диалог между представителями подрядной организации «Конкрет» и местной властью налажен. А вот со средствами массовой информации связи не было. Между тем обсудить есть, что, к примеру, многочисленные неогороженные котлованы в разных частях города, вырытые газовиками. Некоторым раскопкам несколько недель, другим месяцев. И все они создают угрозу безопасности населению. Памятны два случая, когда в одну яму провалилась собака, а в другую упал ребенок. И если слобожане винят в халатности подрядчиков, то газовики перекладывают ответственности на самих слобожан. Раскопки огораживаются, но, к сожалению, местные жители ночами ходят и ограждения зачем-то роняют обратно в эту же раскопку. О чем есть фотофиксация. С вечера зафиксировали, что все установлено. Утром приходим, половина ограждений валяется в яме. Кто их туда кидает, не могу сказать. Улица Пушкина и Гоголя, рядом с прокуратурой, так, наискосочек. Этот участок... Амана огорожена была. Там стояли с трех сторон железобетонные блоки с ограждениями. Была натянута лента. У меня это тоже есть фотофиксация. Стояли знаки. Знаки постепенно исчезают. Сейчас там производятся работы для того, чтобы закончить этот участок. Задержка с этим участком была связана с подрядчиком, который не выходил на производство работ согласно договору. С сотрудниками ГИБДД у нас плотная связь. Я, бывает, два-три раза в день с ними разговариваю, что вот здесь знак упал, там знак упал. Закопать ямы быстро невозможно, говорят подрядчики. Количество специалистов, которые работают на объектах в городе, ограничено. Всего их чуть более 60 человек. Вот можно одновременно прийти с трех, четырех сторон. Все равно одну ветку подтягиваем, вторую, потом третью. Поэтому эти... Котлованы остаются. Котлованы стоят довольно долго. Бывает, она стоит не по нашей причине раскопанная. Вот яма последняя была очень долго советская и Степана Халтурина. Электрики не могли найти разрыв кабеля, и мы яму не могли засыпать. Она стояла, огорожена ее, затапливала, мы откачивали. Это работа, которую вы, может быть, и не замечаете, но у меня люди работают без выходных по 10 часов в день. Тем не менее, ответственность из подрядной организации никто не снимает. Эта общая сумма штрафов, начисленных газовикам за различные нарушения при проведении работ в Слободском, составляет уже почти полмиллиона рублей. Впрочем, речь не только о безопасности, но и о благоустройстве тоже. Жители частного сектора прошедшим летом немало огорчили так называемые грязные работы около домов. Посадки, в том числе цветы и кустарники, после прихода газовиков буквально превращались в месиво. Цветы и кустарники, если у нас проект согласован, он согласован с администрацией, со всеми коммунальными службами, они в охранной зоне вообще удаляются. У газопровода есть охранная зона. Также будут еще вырубаться деревья, которые попадают в охранную зону. Если же у людей при домовой территории, например, находится площадка забетонированная, какая-то асфальтированная, еще что-то, мы стараемся эту площадку обойти, согласовываем изменения к проекту и подводим трубу уже по желанию практически каждого дома. Так что газоны, цветы и насаждения подрядчики не вернут, а вот испорченные дороги восстановить обязаны за свой счет. Работы в некоторых местах будут проходить в два этапа. У нас есть письмо, согласование с администрацией об укладке временного асфальтобетонного покрытия до весны, чтобы не оставлять щебя ночной ямы, чтобы у вас было асфальтобетонное покрытие. В летний период это будет все восстановлено и заменено. Работы по прокладке газопровода на данный момент ведутся с небольшим отставанием, которое газовики намерены ликвидировать. Общая протяженность газопровода в городе Слободском составляет почти 80 километров.